фейсбук все фейсбук я тоже включил но мы знаем уже все уловки я царара злого начала и мы поэтому даже если опаздываем мы все равно будем учить тору потому что потому что и и хаэйну в порах ямэйну тора это жизнь наша и долгожительство скажем так то есть переход вечность он идет через тору всем шалом после поста надеюсь все уже восстановились вчера был пост 9 ама значит большинство наших слушателей я уверен постились постились не ели не пили страдали за храм некоторые просто так страдали потому что большинство людей чем занимается они страдают они страдают всю свою жизнь часть секундочку большинство людей страдают всю свою жизнь почему потому что потому что так устроено мы уже знаем что счастлив человек которому бог дает страдания чтобы привести его распасет его в период больших бедствий когда перед злодеями раскроется пропасть это сказал царь и давид царь салмах он так сказал значит и кого бог люди тому он дает страдания чтобы его пробудить чтобы его пробудить потому что если не давать страдания то что человек засыпает он начинает тогда просто жить в такой погоне за удовольствиями он забывает про всевышнего и тогда богу приходится как следствие уничтожать даже мир потому что первый мир до который был до потока до потопа первый мир который был до потопа они жили в полном кайфе в удовольствие не только отдыхали жили говорят что это вот то что есть легенды про атлантиду это про мир до потопа они лежали такие на мелководье у них были пальцы как у есть митрошим такие предания что до потопа у них были пальцы соединенные вот так соединенные ну как 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 ласты у дельфинов и первые кто родился с пальцами вот так это был ноах но уже было понятно что бог уже мир этот уничтожит до предыдущий а эти все были такие на мелководье как дельфины такие и они управляли реальностью через мысль то есть они могли представить себе все что они хотели и как они представляли так оно и получалось потому что чек создан по образу и подобию бога и то что чек в принципе весь мир вы знаете интересно это вещь такая деталь что весь мир в котором мы сейчас живем это кто-то это представлял и она потом свершилась представляете мы живем в реализованных мечтах каждый дом это реализованная идея архитектора каждый каждый компьютер например да это реализованные идеи дизайнеров инженеров и так далее то есть весь этот мир в котором мы живем это чита реализованные идеи хорошо теперь значит а мы изучаем мишлей притчи царя соломона то есть мы изучаем идеи царя соломона которые уже живут более трех тысяч лет и более трех тысяч лет эти идеи переходят из одной головы в другую из одной головы в другую и на сегодняшний день можно сказать что мир в котором мы живем он в во многом следствие идей царя соломона потому что эта мудрость которую он передавал она потом из поколения в поколение передавалась мудрейшими из людей то есть в например в мусульманском мире любой царь который что становился великим царем он брал себе имя сулейман в честь царя соломона потому что у них он тоже у мусульман является символом самой великой мудрости и самой великой ну вот именно приближенности к богу хорошо мы дошли до девятнадцатой главы уже то есть те кто самого начала слушали притчи царя соломона то они уже видно что намного мудрее чем все остальные но это я думаю что каждый кто самого начала участвует во всех уроках может отметить насколько реально жизнь меняется когда ты когда ты изучаешь изучаешь великую эту мудрость и она постепенно к сожалению что того что мы изучаем она не заходит полностью внутрь и не заменяет те многие глупые идеи которые в нас селяли в предыдущие этапы жизни к сожалению это как бы идет такое мудро царя соломона на сегодня для нас является как десертом к мышлению такие знаете но добавление потому что если бы думать как царь соломон то что было бы то мы были бы как царь соломон но очень важно не просто услышать то что он говорит а понять и запомнить и потом на базе этого принимать решение на базе этого смотреть на мир да хорошо и так значит мы остановились 19 глава 19 глава мы дошли до 20 отрывка 20 отрывок был чтобы мы слушали совет и принимали наставления для того чтобы умудриться в конце как итог мы умудримся теперь 20 отрывок это вообще 21 отрывок сегодня это можно сказать мой любимый отрывок в торе и я в как бы он является для меня базисным вообще пониманием того то есть если спросить вот какой из них какой из отрывков письменной торе я чаще всего цитирую использую и использую в своем мировоззрении то вот этот отрывок 21 отрывок 19 главы значит он звучит так работ макшивот бы лев ишь в отца ташем и такум значит переводится он так много замыслов в сердце человека работ это много макшивот мыслей бы лев ишь это в мышлении в подсознании в мышлении человека в отца ташем совет как ица это совет решения ашем это бога и такум она вот этот совет он это то что будет существовать это то что станет реальностью то что сбудется что это значит значит любой человек он является набором мыслей которые в него когда-то попали то есть ребенок рождается у него нет ни слов ни мыслей он просто чувствует вот он чувствует да у него вся его как бы нервная система она направлена на то чтобы ощущать ощущать сигналы из внешнего мира из его внутреннего мира и реагировать на эти сигналы или плачем или довольной улыбкой то есть он ребенок его как бы физическое тело она настроена на два сигнала или неприятно или приятно приятно значит он молчит неприятно он кричит все вот это вот как бы суть ребенка потом ему начинают с года ему начинают объяснять давать ему мысли слова названия правила что такое хорошо что такое плохо в него начинают извне вставлять вставлять идеи о взаимодействии с внешним миром как надо взаимодействовать и дальше у каждого ребенка у него как матрешечка каждый год дополняется в значит урок чтобы был для рифа шлема бэва дочь баси чтобы было одну нее полное выздоровление вот алла митит просит чтобы ее мама значит выздоровела и мы присоединяемся к ее просьбе чтобы заслуга вот изучение туры помогла ее маме выздороветь и как мне писали девочка вчера какая-то попала в аварии 13-летняя девочка не помню сейчас скажешь как ее звали 13-летняя девочка то что вчера писали мал крютикова там имею помолиться за и здоровья вот теперь смотрите видите это сейчас вот мы находились внутри урока потом появилась алла митит значит и попросила за то что мы помолились за ее маму и из-за того что тора нам говорит что мы надо молиться за всех людей за здоровье за и так далее делать добрые дела то мы сразу включились в новую в новую такую мыслительную какую-то последовательность да это как раз то что имел ввиду царь соломон в двадцать первом отрывке когда он сказал работ макшевод были выше очень много мыслей в сердце человека мысли в сердце человека их очень много их просто реально очень много вот сейчас как раз то что писали за ребенка юлия бат наталья что было это же выздоровление 13-летняя девочка попала в страшное дтп и чтобы она была и рифа шлама чтобы она выздоровела и значит еще раз вот это то что имел ввиду царь соломон прям дословно дословно иллюстрация 21 отрывка много мысли в сердце человека мысли огромное количество окружающий мир дает тебе постоянно от миллион информационных сигналов мысли 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 внутренний мир у тебя как ответ на внешний мир всплывает постоянно всплывают какие-то мысли ассоциации тут попросили молиться за здоровье мамы тут я вспомнил про 13-летнюю девочку и так далее то есть у каждого человека вот этих вот мысли внутри очень много и нужно выбрать нужно выбрать какую-то мысль нужно принимать решение каждую минуту человек принимает решение что сделать дальше как отреагировать как сказать что сказать обычно эти решения они неосознанные то есть это идет автоматизм это решение которые были приняты уже раньше то есть уже схемы 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 полный автоматизм но как заканчивая 21 отрывок царь соломон отца ташем решение бога и такум это то что в реальности будет бог создатель мироздания творец мироздания хозяин мироздания тот кто создал все тот кто всему дает жизнь и тот кто создал все законы которые называются бог всесильный все законы физика химия психология природа духовные законы тора всю вот эту вот систему она же эта система это не хаос это конкретная система ее создал бог и он поддерживает это называется бог всесильный теперь есть бог творец создатель который который а который эту всю систему сотворил и который все ей дает жизнь творец он называется да когда мы молимся мы обращаемся к творцу который создатель и просим его чтобы вот вот эти вот закона ведь законов то представьте на каждую секунду вот времени действуют представьте действуют все люди которые думают все люди которые действуют физика химия то есть много векторная система И в итоге вот реальность, которая есть, это называется отца Ташем, которая сбудется. То есть Бог, то, что уже сбылось, факт, реальность, это уже называется решение Бога. Теперь, когда человек должен, почему это мой любимый отрывок, постоянно огромное количество мыслей, человек постоянно пытается в мыслях выстроить какую-то себе такую вот картиночку, чтобы все сходилось. И у большинства людей не сходится. Вот у меня лично не сходится. Когда я хочу свести все свои какие-то цели, все свои желания, все свои ожидания, все свои какие-то планы, все свои опасения, ну не сходится. То есть все время мир, он двигается не точно так, как я хочу, чтобы он двигался. Это же не мой мир, это мир Бога. И тогда я понимаю, работ Макшивот Белев Иш, много мыслей в сердце человека. Но отца Ташем, замысел Бога, именно он сбывается. Он сбудется, то есть та реальность, которая должна быть, она и будет. И значит, у меня есть вариант или идти синхронно с Богом. А как идти синхронно с Богом? Мы учили пертеевод, есть такая мишна, осе рецуно кирецунхо. Сделай его волю как свою. То есть, когда ты хочешь, чтобы было по-твоему, ты спроси, а что Бог хочет? А Бог нам сказал, что он хочет. Есть заповеди, есть правила, есть стора, есть полностью расписано, что Бог хочет. Если ты не знаешь, можно пойти к Равину, посоветоваться с Равином. Равин тебе скажет, что Бог хочет в этой ситуации. То есть, то, что уже Равин сказал, это как бы Бог дал ему силу влиять на реальность через Тору. И точно так же Бог дал силу врачу лечить. То есть, Бог, он в этом мире действует через людей, через какие-то законы, через правила. Теперь, если сделать волю Бога как свою, то есть, если выстраивать жизнь, все время ориентируясь не на то, что ты хочешь, а изначально ориентируясь на волю Бога, то Бог выполнит твою волю как его. Потом ты, да, положись на Бога всем своим сердцем. Потом, если тебе что-то надо, но это в рамках божественного, то ты тогда, оп, получаешь очень большую силу влиять на реальность. Понятно, да? Хорошо, значит, еще раз давайте запомним. Работ Макшевод Белев Иш. Много замыслов, много мыслей в сердце человека. В отца Ташем замысел Бога и такум, он сбудется. Все понятно? Понятно. Да, человек предполагает, вот точно, Ткаченко Михаил, он как раз, вот эта поговорка, народная мудра, человек предполагает, а Бог располагает, это следствие вот этого отрывка из притчи. 19 глава, 21 отрывок. Много замыслов в сердце человека, но сбудется замысел Бога, решение Бога. Человек предполагает, у него много предположений, а Бог располагает, а Бог уже делает, расставляет все, исходя из предположений всех людей, исходя из какой-то реальности. То есть, в итоге, Бог создает ту картинку, на которую все влияют, каждый со своей стороны. У кого-то большее влияние, у кого-то меньшее влияние. Но в итоге, та реальность, которая сбывается, это уже печать Бога. Все, реальность это печать Бога. 22 отрывок. Значит, 22 отрывок. Таават Адам Хаздо, Ветов Раш Мэиш Казав. Значит, вожделение человека к милосердию. Вожделение, то есть желание человека к милосердию. Ветов Раш Мэиш Казав. И лучше бедный, чем человек лживый. Значит, здесь нам царь Соломон дает вот такой еще раз, знаете, глобальный взгляд на всю картинку, на мир людей. Значит, у каждого человека есть его желание. Люди-то, люди-эгоисты. Это факт. Что значит эгоисты? Это неплохо. Есть у человека его эго. Эго это его самовосприятие. Это его личность. И вот у каждого человека есть внутри его эго, личность. Я. Я такой. Я хочу. Я люблю. Я думаю. Я предполагаю. Я. Вот это все я называется эго. И люди-эгоисты, они хотят, чтобы было по их. Каждый человек хочет, чтобы было по его. Даже когда один другого обвиняет в эгоизме, он другими словами ему говорит, смотри, ты хочешь делать, как хочешь ты, но я хочу, чтобы ты делал, как хочу я. Поэтому, если ты будешь делать, как хочешь ты, ты эгоист. А тот бы ему мог ответить, а если я буду делать, как хочешь ты, тогда ты эгоист. То есть, они оба эгоисты. Все люди эгоисты. Теперь, но это есть, у человека есть. Теперь говорит нам царь Соломон, что вожделение человека милосердие. Каждый человек хочет, чтобы другие были милосердные. Хесед – это когда ты делаешь милосердие не ради себя, а просто ради, как во имя небес. То есть, ты хесед – это как ты делаешь милосердие не потому, что тебе сделали, не потому, что ты хочешь получить, а потому, что ты делаешь милосердие, такая бескорыстная доброта. Теперь написано так – Тават Адам Хаздо. Люди все хотят, чтобы другие были по отношению к ним такие милосердные. Чтобы они делали без, вот просто так, то, что они хотят. Пускай все люди выполняют мои желания, они мне говорят хорошие вещи и так далее. Значит, это то, к чему стремится сердце человека, каждого. Он говорит, вы то враж лучше бедный, мы ишь казав, чем человек лживый. Значит, раньше, раньше мы учили, что гон миви раим рабим, имущество приводит к человеку много приятелей. Почему? Потому что каждый, нам объясняли комментаторы, каждый стремится для себя получить что-то. А если у кого-то есть много имущества, он богатый, еще он ишь матан, человек, который дает подарки, все. Все хотят с ним общаться, потому что приятно, то есть от него идет он дающий, а ты можешь спокойно быть берущим. Причем, если он дающий бескорыстно, вообще идеальный вариант, к нему все стремятся, потому что никто не чувствует себя обязанным, никто не чувствует себя, ну то есть приятно, все. Значит, теперь смотрите, значит, вожделение людей человека к милосердию других, то есть они хотят получать, но лучше бедный, чем человек лживый. Есть такие люди, которые много обещают. Они много обещают по разным причинам. То есть ишь казав, это, знаете, он не лживый. Есть люди, которые обещают, чем отличается ложь шекер от двор казав от пустого. Шекер, это когда он изначально знает, что он обманывает. Человек, который говорит другому, я тебе дам 100 долларов, и он знает, что он не даст. Это он обманщик. Человек, который говорит другому, я тебе дам 100 долларов, и он верит, что он даст 100 долларов, но пока он не дал 100 долларов, и он не сказал, когда он даст 100 долларов. Знаете, обещанного три года ждут. Все то время, пока он еще надеется дать ему 100 долларов, то вот это вот его обещание, оно называется пустое. Это не ложь, он не обманул. Он надеется и верит, что он отдаст. Но есть люди, которые очень много надеются, очень много обещают, и у них не всегда получается. Теперь, но для тех людей, которые настроены на то, чтобы их вожделение брать у других, говорит им царь Соломон, что лучше для вас бедный, но который выполняет обещание, тогда вы не будете разочаровываться, чем человек, который говорит пустые вещи, и вы надеетесь на пустые вещи. Но я вам скажу, что большинство людей же надеется на пустые вещи, потому что все, кто участвуют в выборах, все, кто голосуют, они вечно надеются на какие-то пустые обещания политиков. Они верят в СМИ, то, что говорят им СМИ. Они верят в моду, да, пустые обещания, что ты будешь красивым, если ты оденешь вот такую тряпочку, ты будешь модный, красивый. То есть то, что обещает реклама, маркетологи, весь этот мир называется Двар Казах, то есть мир пустой и лживый. Мы живем вообще, это называется Алма-де-Шикра, мир лжи. То есть все здесь, то, что человек думает, это много замыслов, это просто замыслы. Все, что он помнит, это часть из того, что было на самом деле. Обещания, это чаще всего Двар Казах. То есть мы живем в том мире, который царь Соломон в начале книги Каэлит, в своей следующей книге он назвал Эвель-Эвелим. Все это пар паров, весь этот мир, в котором мы живем, Эвель-Эвелим, пар паров. Значит, что делать? Такой он пар. И так Бог сделал, значит, наша задача какая? В этом разобраться и понять, что отца Ташем только замысел Бога и такум. То есть какой замысел Бога, так оно и будет. Все, дорогие друзья, мы на сегодня изучили очень понятные таких полезных два отрывка. И чтобы было проще, давайте закроем чем-то настоящим таким. Царь Соломон в конце Каэлита, он нам сказал, совдавар он говорит, в конце концов, околь нишма, все понятно. Это Элаким и раб, Бога бойся, митсватав шмор, заповедь его соблюдай. Тизе коля адам, тут есть единственная надежная вещь, за которую можно держаться, это Тора, Всевышний и заповеди, это надежно. Все остальное это Эвель-Эвелим, пар паров. И ну так, так оно и есть. Все, счастливо, всем шаббат шалом, прекрасного дня. Напишите свои выводы, повторите, поделитесь уроком. Очень важно, чтобы эти семена мудрости, они не просто прошли сквозь сознание, а чтобы они осели в подсознании и пустили свои плоды. Как говорил царь Саламон, что от плодов рта человека, он насытится добром, поэтому нужно именно мысли вот эти вот глубокие, запоминайте, можно даже заучивать наизусть. Работ макшивот бэлев иш, ваатсат ашем и такум. Работ макшивот бэлев иш, ваатсат ашем и такум. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня. Субтитры создавал DimaTorzok